Летом в доме номер 60 на Северном Власихинском крыша сгорела полностью. Город выделил 11 миллионов из резервного фонда, а подрядчик должен был завершить работы уже к 1 октября. И действительно, задача номер один спасти нас от дождя, эта задача выполнена. Но если мы поднимемся на крышу, то мы на крышу увидим, что шлак до сегодняшнего дня не убран. Работы затянулись, потому что шлака оказалось больше, чем предполагали подрядчики. Он остался влажным от воды пожарных расчетов и осадков. Для того и оставили впитывать воду, чтобы не пошла в квартиры. Но если не убрать сейчас, шлак, по словам жителей, моментально промерзнет, а за ним и потолки. Но это еще не все проблемы. Если карнизы не будет, то там вот такое отверстие будет, и мы понимаем, что снег, ветер, он может сюда залетать, и здесь опять все мокро будет. Завершить работы 1 октября, как планировали изначально, не удалось. С 4 октября на встрече с журналистами и жильцами власти и подрядчик пообещали закончить через 2 недели. То есть в середине октября. Хотя работы и сейчас много. Нужно выносить мешки шлака, укладывать утеплитель, закреплять ветровые доски. Ремонт, кстати, не оставляют. На крыше мы встретили рабочих и даже обсудили сроки. А долго еще осталось? По объему примерно. По объему? Ну как вам сказать, я не знаю, может еще неделю. Постоянно у вас работы идут? Да. А, в день и суббота, в воскресенье мы без выходных работаем. Понял. Заказчик работы администрация города согласилась уже с этим прогнозом. С субботы начали завозить уже утеплитель, так как шлак практически уже удален. И в настоящее время параллельно будут вестись работы, связанные с завершением удаления шлака старого утеплителя, с укладкой нового утеплителя. Работу подрядная организация планирует устранить по их заверению до конца текущего месяца. Угу, до конца октября? Да. По словам чиновников, работы оказалось больше, чем считали изначально. Но это не причина продлевать сроки. Поэтому по закону о закупках подрядчик заплатит штраф за то, что затянул ремонт на месяц. Если не успеет, теперь платить придется и жильцам. Промерзшими стенами, сыростью, грибком в квартирах. Андрей Дриллер, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.